Дроны, роболодки и робоподлодки, автономные авто, космические роботы и другие ключевые новости высоких технологий в одном выпуске. Дроны применяются для все большего количества задач. Так норвежская компания Nordic Unmannered представила беспилотник Stalker для инспекции железных дорог. Мультикоптер с четырьмя железнодорожными колесами ездит по рельсам, пока они свободны, и взлетает при приближении поезда. Сообщается, что скорость дрона составляет 20 км в час, а дальность – 200 км. Для инспекции путей Stalker использует камеры и другие сенсоры. Компания UAV Factory создала беспилотник, способный держаться в воздухе более 14 часов. Дрон вертикального взлета и посадки Penguin CMA-K2 взлетает при помощи четырех винтов, а затем убирает их вовнутрь. Это позволяет снизить лобовое сопротивление при горизонтальном полете и держаться в воздухе на 20% больше. Вес дрона с двумя балками из композитного материала составляет 32 кг, допустимая масса полезной нагрузки – 4,5 кг. Penguin CMK2 может летать при ветре 15 метров в секунду в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Заменить батарею беспилотника можно за две минуты. А недавно в Анапе дрон впервые спас тонущего человека, сбросив ему спасательный жилет, что позволило уже обессилевшему мужчине дождаться катер со спасателями. Отметим, дроны-спасатели впервые заступили на службу на пляжах Анапы в этом году. Сейчас проект пока не имеет аналогов в стране, но думается это временно. Ехали. Турецкая компания SLSUN представила своего автономного надводного робота Albatros S, способного работать в одиночестве или образовывать рой с другими роботами. Робокатер имеет длину чуть более 7 метров и водоизмещение почти 2 тонны, включая 250 килограммов полезной нагрузки. Дизельный двигатель позволяет роботу развивать скорость до 40 узлов и работать по меньшей мере 10 часов. А в стае он умеет делиться с другими роботами данными со своих сенсоров, чтобы коллективно корректировать курс и избегать столкновений. Компания Bedrock предлагает всем желающим исследовать океан и картировать его дно с помощью своей автономно-электрической подводной лодки. Подводный робот может самостоятельно собирать и обрабатывать информацию, чтобы затем загрузить ее в облачную платформу компании Mosaic. На текущий момент около 80% дна океана остается неизученным. Причем на исследования одно его области может уходить до 12 месяцев. Инженеры Bedrock заявляют, что могут ускорить процесс в 10 раз, предоставляя данные с разрешением в 50 раз выше, чем у лучших общедоступных карт. К сожалению, технические подробности подводного робота не сообщаются. Стартап Gaussin официально представил автономный, 100% водородный тягач, оснащенный роботизированной рукой. Он предназначен для грузовых автомобилей в сфере логистики и электронной коммерции. ATM Autonomous умеет самостоятельно подключать и отключать разъемы, соединяющие прицепы кузов. Транспортному средству не нужны водитель или оператор. Правда, работать робоавто может пока только на закрытых территориях. Waymo анонсировали план по развертыванию хаба для автономных грузовиков в Техасе. Центр станет площадкой для размещения и маневров сотен автономных грузовиков 4 и 5 уровней, которые сейчас активно проходят испытания. Расположение центра позволяет обслуживать межштатные автомагистрали, его запуск запланирован на 2022 год. Также компания Waymo сообщила, что разрешит отдельным пассажирам использовать свои роботакси в Сан-Франциско. Программа Waymo One Contrasted Tester ориентирована на исследования и позволяет жителям Сан-Франциско совершать автономную поездку на полностью электрическом автомобиле Jaguar I-Pace Waymo с автопилотом пятого поколения. При этом первые пассажиры должны подписать соглашение о неразглашении, которое не позволит им публично делиться подробностями о своем опыте. Американская компания Bell Helicopter собирается начать производство своего дрона Тилл Тротора Ви-247 Вилджент в 2023 году. Дрон вертикального взлета и посадки обладает характеристиками ударного беспилотника самолетного типа. Он может разгоняться до 560 км в час, подниматься почти на 8 км, оставаться в воздухе до 15 часов и действовать в радиусе более чем 800 км. А заручившись поддержкой самолета-заправщика, дрон сможет преодолевать 2500 км и оставаться в воздухе до 17 часов, неся на борту почти тонну полезной нагрузки. Модульная конструкция аппарата позволит поднять на борт лидар, сонарные буйки, ракеты и торпеды. Стартовать дрон сможет как с палубы вертолета-носцев и эсминцев, так и с борта транспортного самолета. Роботы Астроби будут искать потерянные носки космонавтов. Ученые решили поручить им поддержание частоты на космической станции и ее работоспособности. В будущем НАСА рассчитывает вывести на орбиту вокруг Луны постоянную станцию Gateway. Она будет не местом проживания, а лишь транзитным пунктом для астронавтов. Вот почему для ее обслуживания нужны роботы. Во время тестов Астроби доказали, что могут автономно перемещаться по МКС, находить и распознавать объекты, а также проводить инспекцию оборудования. Однако смогут ли такие малыши, пусть даже оснащенные роборукой, справляться со всеми проблемами на станции? НАСА надеется, что в этом им поможет Робонавт-2, которого, как оказывается, агентство еще надеется вернуть на МКС для новых испытаний. И есть другие роботы, которые потенциально могут присоединиться к проекту. Об одном из них мы расскажем ниже. Корабль SpaceX Dragon доставил на МКС нового робота. Это роботизированный манипулятор S1, разработанный стартапом космических роботов GTI Japan Inc. Робот должен доказать свою ловкость в условиях микрогравитации внутри шлюза Bishop Airlock, находящегося под давлением. Технический директор GTI Таютака Кадзуки сказал в пресс-релизе, что робот может стать, цитата, «недорогим и безопасным источником труда в космосе», открывая дверь к настоящей коммерциализации космоса. А на Земле его можно использовать для оказания помощи в случае стихийных бедствий или ядерных чрезвычайных ситуаций, когда отправка людей для помощи может быть опасной. Alibaba разработала алгоритм машинного зрения Alice Mind, способный распознавать образы с точностью 81,26%, тогда как человек способен распознавать лишь 80,83%. Новый алгоритм представили на Visual Question Answering Challenge 2021, где он занял первое место. Во время конкурса были использованы более 250 тысяч изображений, которые изучали алгоритмы, а потом должны были ответить на миллион сто тысяч текстовых вопросов об увиденном. Разработчики уверены, что в будущем смогут еще улучшить показатели Alice Mind. Робот-спот Boston Dynamics прибыл в инженерный корпус Технологического университета Онтарио для участия в трехлетнем исследовательском проекте Mars Lab. Лично нам понравилась расцветка робота. Как вам его новый костюмчик? Компания Deep Robotics представила новую версию своей робособаке Joint X20. Робот может работать при любой погоде в течение четырех часов, самостоятельно заряжаться, видеть сцену на 360 градусов, переносить до 20 килограммов груза и передвигаться со скоростью 12 километров в час. Примечательно, что указанная на сайте компании степень защиты корпуса IP66, что соответствует полной защите от пыли и противоштормовой защите от воды. Робот может нести на себе роборуку, и подниматься по лестнице. Инженеры Массачусетского технологического института и Шанхайского университета Цио Тонг разработали мягкий, легкий и потенциально недорогой нейропротез верхних конечностей. Первые пилоты нового изобретения рассказали, что смогли выполнять повседневные действия, такие как застегивание молнии на чемодане, наливание сока из упаковки или поглаживание кошки также хорошо, а в некоторых случаях лучше, чем с более жесткими нейропротезами. Как вам идея устраивалась промышленных роботов, вышедших на пенсию, работниками в общественные сады? За садами дзен в Японии традиционно ухаживают буддийские монахи, которые превратили простое искусство сгребания гальки в акт медитации. Но британский художник Джейсон Брюге решил, что на это способны и роботы. Четыре промышленных манипулятора повторяют картины, разработанные нейросетью. Алгоритм анализирует положение конечностей спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Токио, упрощает их движение и создает уникальные дизайны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий.